Добрый день, дорогие друзья! Сегодня не зря мой выпуск будет называться «Тропа к успеху». Дело в том, что мы будем говорить о деловых связях и о том, как их, соответственно, лучше всего использовать. Тема широкая, о том, как их заводить, где их искать, мы еще поговорим. А сегодня мы поговорим, такая вводная лекция, вообще о ресурсах, потому что, чтобы что-то делать, нужно понять, что такое, соответственно, есть у меня, какие инструменты, так скажем, молотки, гвозди, доски для того, чтобы построить нам этот дом. В этом году, я надеюсь, в рамках психологии мы больше еще будем говорить и о достижении целей, да, коснемся таких моментов, как бизнес, вообще достигаторство и так далее. Потому что, на мой взгляд, той информации, которую я дал вам по психотипам в прошлом году, вполне достаточно, чтобы сейчас мы начали говорить о более сложных вещах, начали ее применять именно в быту. Потому что вы все уходите, конечно, куда-то в психиатрию. Мне очень нравится, что большинству моих зрителей так интересна психиатрия, но вы делаете это очень неловко, в том плане, что вы не используете МКБ-10, не используете ТСМ-5, поэтому я думаю, что оно вам как бы и не надо, потому что вы все изучаете психологию, психиатрию в рамках того, что хотите решить какие-либо проблемы. И вот на таких вот видео, которых будут называться всякие там деловые ресурсы, личностные ресурсы, успех, здоровье, счастье, любовь, мы будем обсуждать, как же использовать типологию личности в рамках, соответственно, общебытовых таких, да, не клиническом каком-то понимании ее, да, не в лечении людей, а просто в быту, да, потому что это огромный, как на мой взгляд, инструмент для того, чтобы вы, дорогие мои друзья, стали просто, не просто на капельку, чуточку счастливее, а в каком-то смысле обрели счастье и успех. Для тех, кто на канале первый раз, я вас отправлю изучать весь абсолютно плейлист психологии от начала до конца, тогда вы увидите, поймете, что такое 8 психотипов. Для начала можете посмотреть мое видео «8 психотипов за 5 минут», да, и, соответственно, от этого будете уже отталкиваться, когда мы будем говорить именно про психотипы личности. В продолжении видеороликов на подобную тематику, успехи и так далее, я буду говорить о типах личности больше. А сегодня мы затронем ресурсы. Итак, дорогие друзья, для достижения любых ресурсов, целей нам необходимы всего три ресурса. Как правило, первый – это люди. Это какие-либо личностные знакомства, которые, как правило, у вас есть. Какой-то административный ресурс, какие-то люди, которые могут помочь это запаять, зашпаклевать. Неважно, все ваши люди, которым вы можете по тому или иному образу обратиться, или просто дать какой-либо информационный посыл. Ну, допустим, я Петя, я умею красить стену. Второй ресурс – нематериальный. Вот то, что Петя умеет красить стену, это его нематериальный ресурс. Это его нематериальный опыт, но который тоже является ресурсом. И, соответственно, не стоит недооценивать свои ресурсы. Они все в той или иной мере востребованы. Просто о том, соответственно, как расширять эти ресурсы или как, соответственно, их грамотно использовать, мы будем говорить, ну, немножечко в других видео. Теперь продолжим. Значит, запомнили, нет плохих нематериальных ресурсов. Все хорошие, все одинаково хорошие. Но есть, конечно, более универсальные, есть менее универсальные. Материальные, да, ресурсы. Ну, это яхты, квартиры, машины, предметы роскоши. И, конечно же, ну, все, что материально. Кэш считается, да, или там не кэш, счет в банке. Поэтому все, все вот эти вот вещи тоже туда же относим. А теперь, дорогие друзья, запишите себе куда-нибудь. Для того, чтобы получить наибольший профит от вашего ресурса, нужно научиться эти ресурсы объединять. Соответственно, я сейчас приведу пример на одной моей подруге. У нее был коттедж, который достался ей от родителей. Что она сделала? Она все три ресурса очень грамотно объединила. Значит, первое. Она взяла материальный ресурс, сам коттедж. И начала его реализовывать. То есть не просто так у нее стоял материальный ресурс. А она этот коттедж начала сдавать, сдавать людям. Реализовал материальный ресурс. Значит, дальше. Она реализовала свой нематериальный ресурс. У нее были навыки, навыки культнории. И она начала предлагать за дополнительную предоплату людям, соответственно, как бы, ну, предлагать, что ли, заказать там какие-то простые продукты. Может, не простые, не знаю, что она готовила. Но суть в том, что вы заезжаете в коттедж. Вам не нужно покупать какие-либо блюда. У вас уже эти блюда есть. Да, какой-то простой набор блюд, но уже есть горяченькие, тепленькие на столе. Дальше она по бартеру использовала, то есть уже, заметьте, третий, самый главный ресурс – это люди, да. Она по бартеру договорилась с, соответственно, своим каким-то знакомым программистом. Он ей сделал, прям, вложил их собственные деньги, ну, в счет коттеджа, вот, аренды. Сделал ей рекламу, вот эта вот делегированная, да, реклама называется, делегированную рекламу. И, соответственно, она получила еще больше спрос на свой коттедж. И дальше еще она реализовала вот такой ресурс людской, она во всех соцсетях просто сказала, я там, ну, допустим, Оля, Таня, Маша, не буду там называть, да, имен. И, соответственно, вот у меня есть такой коттедж. Приходите все, все будет здорово, а еще и вкусно вас накармливаю. Стоит заметить, что в пример данной особы с коттеджем, он, как бы, немножечко идеальный, очень редко, когда получается объединить все типы ресурсов. Поэтому достаточно иногда объединить первый, самый ценный – это люди. Потому что люди являются конечным потребителем любого продукта. Пункт один для нас безумно важен. Мы его можем цеплять как материальным ресурсом, так и нематериальным. Если мы его цепляем материальным ресурсом, мы становимся продавцом, как правило, какого-либо продукта. А если нематериального, то, как правило, мы предоставляем какие-либо услуги. И все это, конечно, мы надеваем на типологию личности. Потому что что такое типология личности? Это инструмент взаимодействия с людьми. И то, как я взаимодействую с людьми, получается, определяет мой конечный результат. Вы можете использовать свои ресурсы, свои какие-то знания для того, чтобы найти мужа, жену, обрести личное счастье. Не важно, какую вы задачу решаете. Главное, как вы к ней подходите. Но главное, теперь задумайтесь вот о чем. Любые ресурсы имеют свои пределы. Любые ресурсы необходимо расширять. Именно поэтому целый год я снимал видео о психотипах. Знания типологии личности помогут нам с вами продвигаться дальше. Именно люди всегда являются конечной точкой сбыта чего-либо или приобретения чего-либо. Если вы хотите приобрести личное счастье и найти одного единственного человека, для этого тоже нужно как минимум перебрать кучу людей и найти свой единственный психотип. А там мы вспомним, что есть ядерный, есть ядро, есть вторичный тип личности. И вариаций этого психотипа может быть очень много. И нам нужен именно наш единственный и неповторимый. Чтобы вы не взяли строительство, секс, еду, любовь и даже здоровье, Для всего необходимо взаимодействие с людьми. А значит, необходимо знание типологии личности, дорогие друзья. Поэтому мне всегда так непонятно, когда люди углубляются в какой-либо психотип. Вместо того, чтобы вы учили все типы личности, вы же в жизни взаимодействуете не с одними нарциссами, не с одними эпилептоидами и так далее, Вы начинаете углублять, удолбить этих нарциссов, и уже на французских каких-то психиатров перешли, которых их в клавалификациях нету, да, в общепризнанных и так далее. Понимаете, вы учите не то. Вы почему начали изучать информацию о нарциссах? Потому что вы не чувствовали себя счастливыми. И для того, чтобы почувствовать себя счастливыми, нужно уметь взаимодействовать со всеми окружающими вас людьми. И не выискивать следующего нарцисса, или уметь его определять, а уметь определять того эмотива, который будет любить, заботиться и, соответственно, оберегать вас. Если вы хотите, допустим, найти своего партнера. Поэтому я не понимаю людей, кто не хочет хорошо выглядеть, кто не смотрит мои видеоролики о том, как лучше стать, похудеть, выглядеть, и вообще чувствовать себя здоровее, стать здоровее. Почему? Потому что здоровье – это внешний вид, это то, как мы выглядим, и мы из-за этого будем, конечно же, меньше людей к себе привлекать, терять людской ресурс. А если мы полностью потеряем здоровье, то есть если мы внутри увидаем, наши внутренние органы увидают, диабет у нас, допустим, или щитовидная железа, или еще что-то вылетело, то мы вообще все ресурсы рано или поздно растеряем. Потому что тот, кто утонул в море, больше купаться не будет. Если мы больны, мы становимся менее защищенными, да, и, конечно же, в целом нужно стараться помогать больным людям, потому что, ну, не забывайте, что это люди, которые с каждым днем теряют собственные ресурсы. К сожалению, это не всегда зависит от них, да. Поэтому, если у вас сейчас плюс-минус здоровое тело, старайтесь следить за ним, чтобы, соответственно, с годами оно, ну, хотя бы менее видало. Дорогие друзья, я бы еще раз сказал, что, соответственно, в прошлом году мы учили с вами буквы, сейчас мы будем учить слова, мы будем применять на практике знания типологии личности и, соответственно, использовать их в быту, в личной жизни, в бизнесе, ну, и в других взаимоотношениях с людьми. С вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайки, и я вас всех жду на своих консультациях онлайн. Да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok